Чёрные береты десантно-штурмовых и разведподразделений бригады морской пехоты Балтфлота под кополом парашюта чувствуют себя так же уверенно, как десантники. В программе их подготовки 7 прыжков в год с полной выкладкой оружием днём и ночью. Максим Румянцев наблюдал за прыжками из вертолёта и понял, почему первыми борт покидают самые мощные матросы. Перед тем, как шагнуть в открытую аппарель, уже ни малейшего колебания, ни секунды промедления, иначе на земле приземлишься слишком далеко от своих товарищей. А это уже ставит под угрозу выполнение боевой задачи всей десантно-штурмовой или разведгруппой. Многоцелевой Ми-8 поднимает морских пехотинцев в небо на высоту полутора тысяч метров. Наша съёмочная группа на борту вместе с чёрными беретами, чтобы увидеть всё максимально близко. В окре десантного отсека достаточно места, чтобы разместиться двум десяткам парашютистов, прыгают с полной боевой амуницией и с оружием. Как настроение? Какой прыжок? Боевой, а третий прыжок. Всё, что будет происходить в ближайшие минуты, знают наизусть. Каждое движение сотни раз отработано на земле. Даже если прыжков в активе ещё не очень много. Вышел, отделился, осмотрелся по сторонам. То есть всё уже, ничего не угрожает, сзади никто не летит на тебя. Всё, готовишься к приземлению. Нет, 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 товарищи, понятно? Ранние двое друг другу заправляют. И снова вертолёт ложится на боевой курс. И в небе одна за другой начинают вспыхивать белые точки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Первые же секунды после прыжка считаем купола. Все раскрылись, всё в порядке. По парашютам сразу видно, кто есть кто в этом небе. Белые классической формы Д-6 для основной части личного состава. Работает на высотах от 200 до 8 тысяч метров. Но управляется в воздухе незначительно. Нет такой необходимости при десантировании группой. А это разведчики. Их серые прямоугольники в воздухе. Управляемая парашютная система «Арбалет». Фактически крыло, которое даёт возможность парашютисту чувствовать в небе гораздо больше свободы. Он летучий, он управляемый парашют. Предназначен для выполнения специальных задач. Для попадания в глубокий тыл противника. То есть на нём можно пролететь. Разведка и спецназ тренируются по отдельной программе. Десантирование с различных высот, днём и ночью. С выполнением специальных задач сразу после приземления. Захватить плацдарм и удерживать до подхода основных сил. Выбить неприятеля с занятых позиций и закрепиться. Задания разные, но всегда максимально приближенные к реальности. Максим Румянцев и Виталий Ременец. Телеканал «Звезда». Полигон морской пехоты «Хмелёвка». Калининградская область. Экипажи истребителей и штурмовиков авиадивизии Южного округа в Краснодарском крае подняты по тревоге. На то, чтобы подготовить и поднять в небо самолёты Су-25, Су-30 и Су-27СМ у лётчиков уходит немногим более 10 минут. На полигонах в Крыму и на Кубани экипажи отрабатывали перехват воздушных целей, введение манёвренного воздушного боя с применением управляемых ракет и авиапушек. Пилотов-Грачей наводили на цели корректировщики земли. Используя неуправляемые ракеты и авиабомбы, штурмовики уничтожили бронетехнику и склады с оружием условного противника. В ходе этих учений лётчики в общей сложности выполнили около 80 различных задач. Подготовка специалистов войск РХБ защиты строится так, чтобы исключить любую ошибку. При действиях в реальных боевых условиях. Накануне 100-летнего юбилея войск, который военные химики отметят 13 ноября, тренировки на полигоне учебного центра в Подмосковье становятся всё интенсивнее. Эти солдаты и офицеры и в мирное время готовы к встрече со смертельной опасностью, будь то защитой от оружия массового поражения или ликвидацией последствий техногенных катастроф. Даже традиционную огненно-штурмовую полосу они преодолевают в противогазах. Проползти под колючей проволокой, не зацепив её быстро, проделать брод. И так непросто, а в противогазе тем более. Это атака военной химики ведут разведку местности, обнаруживая источники радиации. В район заражения подразделение химической разведки выдвигается на обычном с виду бронетранспортере. На самом деле это разведывательная химическая машина РХМ-6. Внутри настоящая химическая лаборатория с новейшими приборами и анализаторами покидают технику военнослужащие только, чтобы взять пробы грунта и воздуха. Ракетницы и жёлтые флажки предупреждают других об опасности. Подразделения РХБЗ, способные накрыть непроницаемые аэрозольные завесы и новейшую технику, могут скрыть от разведки противника целую военную базу. На пути домой тщательная дезактивация и очистка техники, прошедшая через район заражения. Мощный напор горячей воды и пара выдает установка, созданная на базе турбины авиадвигателя. В рамках программы повышения финансовой грамотности Минобороны совместно с Промсвязьбанком представили проект кредитной карты с двойным кэшбэком. Тратишь заёмные деньги и зарабатываешь на этом. Подробности у Екатерины Малошенко. Перехватить до зарплаты у сослуживцев – это не его случай. Владимир занимается военно-политическим воспитанием. Распространяться о своих тратах не любит. Служит в Нарфаминске. В Москву с серьёзной миссией собирается сделать предложение своей девушке. Подарок должен быть особенным. Цена тут не главная. Расплачивается кредитной картой. Возможность пользоваться заёмными средствами в любой момент без посещения банка – это и есть суть кредитной карты. Главное – расплатиться вовремя. Больше распространяется предложение кредитных карт уже людям, которые являются клиентами банков по другим программам. Зачастую у них есть депозиты даже. То есть это не исключительно услуга для тех, у кого нет денег. Это услуга для тех, у кого есть деньги, есть, но им нужен ещё один инструмент. Кредитная карта «Двойной кэшбэк» позволяет пользоваться лимитом до 600 тысяч рублей без процентов в течение 55 дней. На каждую покупку кэшбэк до 10%. Часть суммы возвращается на карту в виде баллов. В любой момент их можно перевести в рубли один к одному. Оформить карту можно двумя способами. Заполнить анкету на сайте промсвязь банка или в отделении. Если нужен большой кредитный лимит, лучше захватить с собой справку 2НДФЛ. В другом случае достаточно только паспорта. Двойной кэшбэк, почему он так называется? Банк платит кэшбэк и за покупки, а также платит кэшбэк за пополнение счёта. То есть, если клиент сделал транзакции в счёт кредитного лимита, то за пополнение и за погашение кредита банк также начисляет 1% кэшбэка. Владимир накопил уже немало баллов, они на бонусном счёте. Как баллы в рубли перевести? Вот ваш бонусный счёт. Мы заходим перевести в рубли, выбираем карточный счёт, на который мы хотим перевести баллы и пишем сумму. С момента покупки 55 дней, время пользования кредитом без процентов. Если этого не хватило, то выплачивать придётся 5% от суммы ежемесячно. Погасить задолженность можно в отделении, мобильном приложении, а также с картой любого банка без комиссии. Владимир собирается сделать это сразу после отпуска. Есть возможность сосредоточиться на главном. От этого решения зависит судьба. Она сказала да. Екатерина Малошенко, Константин Чуверёв, телеканал «Звезда», Москва. Сегодня в России ещё почти в сотне стран мира проходит географический диктант. Писать его могут все желающие. Первыми к тесту приступили военнослужащие Восточного округа и моряки Тихоокеанцы. На острове Итуруп на Курилах свои знания проверили вертолётчики. Во Владивостоке и на Камчатке офицеры, матросы, курсанты и члены семьи военнослужащих. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц ответил на вопросы географического диктанта на борту эсминца «Быстрый». А моряки отряда кораблей флота и экипаж крейсера «Варяг» в походе. Сейчас они выполняют задачи в водах Филиппинского моря. В общей сложности в армии и на флоте открыты более тысячи площадок, на которые, как ожидается, придут около 140 тысяч человек. Для людей в погонах хорошее знание о географии – профессиональная необходимость. Пример здесь подаёт министр обороны Сергей Шойгу, возглавляющий Русское географическое общество. Он будет писать диктант в МГУ о все его заместителя ведущих военных вузах страны. В диктанте три десятка вопросов не только на знание школьной программы, но и на сообразительность. Инициатором этой просветительской акции, которая проходит в России четвёртый год подряд, является Владимир Путин. Её цель – повысить географическую грамотность и интерес к предмету. Через полтора года в подмосковном парке «Патриот» появится собор Воскресения Христова. Главный храм Вооружённых сил России станет символом единения армии, церкви и народа. Принять участие в проекте может каждый. Строительство идёт на народные пожертвования. Действительно, наша Родина – память. И с памятью мы приходим, и в память мы потом уходим. И общество, неуважающее память предков, на мой взгляд, оно обречено на вымирание. Существует прекрасная идея строительства храма Вооружённых сил России. И я абсолютно поддерживаю эту идею. Реквизиты для пожертвований размещены на сайте нашего телеканала tvzvizda.ru. Также деньги можно перечислить онлайн на странице фонда «Воскресения». Полёт новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, снятый в воздухе. Буквально с расстояния вытянутой руки через открытую рампу транспортника Ан-12. Пара истребителей следует за ним на минимальной дистанции. Уникальные кадры смотрите в новом выпуске программы «Военная приёмка» сразу после нас в эфире телеканала «Звезда». Сейчас этот выпуск «Служу России» появится на ютубе. Жду там ваших комментариев. А я с вами не прощаюсь и в эфире. Встретимся сегодня в 18.00 в программе «Новости главное». Подведём итоги недели. И помните, нам есть чем гордиться. Редактор субтитров А.Семкин